То есть здесь у нас получаются очень высокие данные, основная составляющая это уже инфляция, инфляционные ожидания. И здесь все это выводит нас к тому, что инфляция в США растет. И это сигнал уже для ФРС, чтобы в июне, на июньском заседании повысить процентные ставки. У нас ФРС повышает ставки, когда пресс-конференция Елен проходит на майском заседании в ближайшем. Пресс-конференции не будет, будет пресс-конференция в июне. И здесь получается, что в июне ФРС ставку повысит. Соответственно, для доллара это позитив. Позитив, потому что ЕЦБ ставку не повышает. И мы помним пятничные отчеты по инфляции плохие. И это все указывает на то, что ЕЦБ ставку не будет повышать в этом году. А все еще может быть, но в этом году уже нет. Поэтому получается, что раз ФРС повышает ставки, то доходности, которые сейчас стоят примерно около 2.40 по 10 лет, они пойдут вверх. И, соответственно, инвесторы такие глобальные, они будут покупать все эти самые американские огособлигации, чтобы на них заработать. Потому что если у вас есть возможность заработка по американским облигациям 2% выше, чем по немецким, то я думаю, что вы, как разумные люди, сберете именно вариант покупки американских огособлигаций, нежели, допустим, на проданный за 1% покупать немецкие банды. Поэтому здесь получается, что тенденция вниз, вот уже мы начинаем вроде как выходить вниз, 0.647 сейчас статировка нижней границы флета, напомню, 0.642. То есть, либо мы вот сейчас пробиваем флеты, падаем вниз, либо мы сейчас подходим к этой нижней границе, еще на отскок вверх, допустим, после этого падаем. Поэтому тут может быть и так, и так. И этого никто не знает. Либо мы сейчас выходим вниз, либо все-таки еще поболтаемся в флете сегодня. Поэтому, чтобы нагадать, если мы находимся в позициях, вчера мы говорили, что надо продавать пару евро-доллар, тогда позиции держим. Если мы без позиции, тогда мы часть продаем сейчас, на случай, если выбор флета сейчас будет. И вторую часть позиции мы можем разместить на верхней границе по Боллинджеру на часы веках. Это 1.06.76. Это на случай того, что если сидеть ложный прокон, и будет откат к верхней границе, и уже только потом мы пойдем дальше вниз. То есть, как будет точно, этого не знает никто. Тут можно и так это отгумать. Поэтому заходим двумя частями. И цель на сегодня. Первая цель, ближайшая, это, на мой взгляд, можно выделить отметку 1.05.95. И вторая цель, это вот та самая нижняя по Боллинджеру на дневках 0.5.31. Может быть, даже мы и сегодня 0.5.31 увидим, потому что всякое бывает на рынке, а может быть, это и растянется на всю эту неделю. Поэтому вторая цель, она актуальна и сегодня, и вот завтра, и до конца недели. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. А по паре евро-девера я на устройство не отвечу. А мы пока поговорим о британской валюте. Здесь картинка прояснилась более-менее. То есть, ситуация к падению вроде как сохраняется. И фунт вчера сильно падал, и сегодня. И вроде как фунт собрался, падал. То есть, фунт отставал. Евро, допустим, на дневках уже пробил среднюю по Боллинджеру. И при этом фунт, да, это средняя еще не дошла. Средняя это 1.2370. Поэтому фунт, по идее, если так вот догонять евро, в целом догонять рынок, то фунт должен сегодня эту среднюю сделать. 1.2370. Сейчас котировка 1.2426. И я думаю, что мы будем снижаться сегодня именно к этой отметке. Потому что, во-первых, у нас по Америке мы уже поговорили. Хорошие данные по занятости СМ по ценовой составляющей. То есть, это все наставляет ФРС иного выбора, как повышать ставки. И вот вчера один представитель ФРС выступал, уже фамилию его забыл. И он говорил о том, что надо бы ФРС еще 3 раза повысить ставки. То есть, вот ФРС сейчас такое разделение на 2 части. Первая часть говорит, надо 2 раза повысить. Ну, допустим, июнь и сентябрь. И потом паузу сокращать покупки, сокращать, продавать облигации со своего баланса, чтобы уменьшить этот самый баланс. Потому что ФРС с 2008 года очень много всякого разного и хорошего, и нехорошего актива приобрел к себе на баланс. В основном нехороший, такой, некачественный. Но было даже такое, есть по терминологии кредитных агентств, там, СМП или Нурис, так называемый, Джак Бонс, это мусорные облигации. Там, конечно, мусор они такой не скупали, но на грани вот этих самых мусорных облигаций, на грани таких рейтингов, много всякого они накупили. И теперь они хотят всего этого потихонечку избавляться. И получается, что избавление от всего этого добра, оно, если повышать ставки, то это может вызвать сильное падение ОВП, сильное падение финансовых рынков. Потому что, когда ФРС уменьшает свой баланс, это само по себе тоже своего рода повышение ставок. То есть, официальные ставки не повышены, но, тем не менее, денег в экономике становится меньше. Потому что ФРС раньше давали деньги компании, а они им бумагу давали под названием облигации. Теперь будет наоборот. ФРС сдает бумагу, а они им возвращают деньги. Соответственно, раньше ФРС давали деньги, и денег было больше в экономике. Сейчас ФРС будет с конца года, по высказываниям Уильяма, для ФРС будет деньги из экономики забирать. Поэтому вроде как ставки повышены не будут, допустим, в конце года, но деньги из экономики будут забирать. Соответственно, это все вроде то же самое ужесточение монетарной политики, о которой в последнее время говорят. И тут получается у нас, что вроде как два раза нормально повысить ставку, в июне, в сентябре паузу взять. И вот одна часть придерживается мнения такого. Это, допустим, Джанет Йеллен, Уильям Лайдли и ряд других. А другая часть, такие как Плоссер, Финишер и еще ряд экспертов, они говорят, что надо три раза повышать. То есть, хватит держать ставки на низких уровнях, и ставка от инфляции отстает, и надо ставку повышать, чтобы она была около инфляции, чтобы инфляция сильно не выросла. То есть, хватит заниматься стимулированием. Но вот пока у них примерно 50 на 50, кто-то за 2, кто-то за 3, и пока вот такие тенденции идут. Поэтому, в целом, это такие споры, это позитив для доллара. Потому что, вдруг, кто-то еще подумает о трех повышениях. А рынок пока этого не ждет. При этом, по Великобритании, вчера ПМА чуть хуже консенсус прогноза вышла, несмотря на то, что все ждали хороших данных. И можно было ждать хороших данных, потому что девальвация фунта – это хорошо для экспорта. Тем не менее, данные вышли хуже. Сегодня строительный ПМА, я думаю, что он также выйдет чуть хуже, потому что вот на текущем графике пока динамика одобренных ипотечных ирбитов по Великобритании. И здесь у нас по итогу февраля было снижение показателя. Приношусь, извинения. Показатель снизился, и здесь получается, что ипотека у нас основной такой угралок для строительного рынка, и получается, что также немножко уменьшится, отзывая активность в строительном секторе. То есть, есть предпосылки для этого. Поэтому здесь фунт также может снижаться и сегодня. Плюс нефть у нас снижается, корректируется после сильного роста, который был на прошлой неделе. Вчера котировки закрылись 53.14 по бренду, а сейчас 52.88. И тут получается, что для британской валюты эта ситуация также не совсем хорошая. Потому что когда нефть у нас падает, то для доллара это хорошо. Таким образом, если все это посмотреть, плюс в совокупности с трендом по IDX на часовках, пока только на часовках, потому что дневки и четырехчасовки показывают флэт, вот в совокупности с часовками получается, что есть тренд вниз, и вот все эти факторы, то есть по технике умеренно вниз, только часовки вниз, больше ничего. По фундаменту причину все вниз рассмотрели. Поэтому здесь получается, что можно предположить вот именно снижение к этой отметке 1 на 23.70. А там уже надо будет смотреть, если пара уверенно это все пробивает, среднюю по Боллинджеру на дневках, то тогда открывается дорога к нижней границе. Это сейчас отметка 1 на 20.97. Поэтому здесь, на мой взгляд, также можно шортить пару, можно шортить с текущих 1 на 24.22 и поставить целый лимит на среднюю по Боллинджеру на часовках. На случай отката это 1 на 24.81. Цель 1 на 23.70. Если ее пробиваем уверенно, я думаю, шанс на это тоже есть высокий, то уже в конце недели будем пониже. Но пока лучше не торопиться, лучше пока вот именно дождаться уже все-таки пробоя 23.70. Теперь поговорим о паре Беллергена. Она что-то вот не хочет реагировать на американские новости, хотя новости, как я уже сказал, вчера были хорошие. Вот, допустим, у нас евро среагировали на это после новостей. Вчера у нас с 1.06.79 упали на 0.06.42. То есть, хоть и вяло, но упали. Фунт вчера среагировали на новости американских. Тоже день сильно закрывано с доллара, и она тоже упала. Хотя должна была по идее вырасти, по логике, если. То есть, она вот здесь сейчас пока своей жизнью живет. Эта валютная пара не пошла. Она из-за евро, из-за фунтов вниз, она пошла в лунное укрепление. Что у нас здесь сегодня будет? Я думаю, что сегодня будет рост, но не сейчас, а потом, а потом это имеет в виду. В 16.30, когда я открою торги на Нью-Йоркской бирже. Я думаю, сегодня на Нью-Йоркской бирже был хорош торги. И вчера было такое большое символическое снижение, поэтому у меня 0.15%. Но под закрытие сессии вчера выкупали акции, потому что акции немножко упали, и потом их выкупали быстро. Я думаю, что сегодня продолжится эта тенденция на выкуп. То есть, мы двигаемся рынок вверх, S&P в первую очередь. И S&P пойдет вверх с 16.30, и пара долг пойдет вверх. А в 16.30 тут либо еще можно немножко упасть. Либо можем и подрасти, либо во флете, тут и так, и так, может быть. Вот самый такой хороший сигнал может образоваться именно на 16.30, на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи. Сейчас по часовкам у нас есть дивергенция по RSI. RSI новый минимум не пошел в предыдущий час. При этом пара сходила на новый минимум 110.33. И дивергенция в области перепроводности. То есть, сигнал либо на коррекцию, либо на разворот. Где может эта коррекция, разворот завершиться? Это либо, соответственно, средняя по Горринджеру 110.90, либо верхняя 111.55. То есть, вот если, допустим, подождать 16.30, открытия Нью-Йоркской биржи, то тогда как раз можно и захватить технический сигнал. Это дивергенция в области перепроводности, разворот вверх. И плюс рост американского рынка. Почему я думаю, сегодня рынок американский будет расти? Потому что в целом статистика хорошая по Америке. И вчера вот поговорили мы сейчас о занятости. Это опережающие данные инфарма. Поговорили о ценовой составляющей. Это опережающие данные инфляции. Мы поговорили про сам ПИМА, про деловую активность. И деловая активность по итогам марта, если вот пересчит уже на ВВП, на реальный, то есть индекс АСМ, то есть вот сама эта организация, инфлятор по закупкам, она еще и пересчитывает вот эти данные, которые по ПИМА и на непосредственно уже реальный ВВП. То есть, какое может быть реальный ВВП. И здесь они зафиксировали, что по итогам марта реальный ВВП составил 4,4%. То есть, это очень много. У нас по итогам 2016 года на уровне 2,1 оказалось сейчас уже в первом квартале ускорение. То есть, о чем я вам рассказывал на предыдущих наших вебинарах, что вырывать до отчета по конференц-сбор, который у нас был на прошлой неделе, это максимум с декабря 2000 года. Но это как раз все указывает на то, что ВВП вырос. Вот тогда мы с вами об этом говорили, потому что ВВП это по-русски, именно по-русски, а двумя словами, это расходы. Чем больше расходов, тем больше ВВП. И чем выше конференц-сбор, тем больше расходов, значит. Поэтому мы с вами и говорили о том, что ВВП вырастет по итогам первого квартала очень сильно, оно ускорится. И вот АСМ уже вчера это также подтвердил. То есть по итогам 16-го, 2,1, а сейчас они фиксируют 4,4, это очень много. То есть, конечно, это один месяц, с одной стороны, это вроде как не показатель, потому что все может измениться в апреле, мае. Да, это действительно все может измениться, но нам, в принципе, сейчас это не важно. Мы сейчас думаем о том, что будет во втором квартале, мы сейчас просто говорим о том, что есть хорошие данные, АСМ их зафиксировал, и для доллара это хорошо. Это хорошо для доллара, для акций, потому что прибыль корпорации вырастет. Поэтому сейчас, на ближайшую неделю, на эту, это фактор хороший. А там, конечно, все может поменяться, и все будет по-другому, может быть. Но пока на этом неделе все фиксируется очень хорошо, и краткосрочно на этом неделе все хорошо для акций, если, допустим, и для американского доллара. Поэтому здесь и получается, что высокие эти отметки, они и будут заставлять инвесторов глобальных покупать акции и двигать рынок вверх. И, соответственно, за счет движения вверх у нас и может пара подрасти. Поэтому вот в 16.30 на открытии американской массы в Нью-Йорке нужно захватить рост рынка и плюс дивергенцию, и тогда уже покупать. И цель-то это вот средняя по Голлинджеру 110.90 на часовиках и верхняя на часовиках 111.59. Ваши коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы, и я на них встольственно отвечу. Что касается евгений по золоту, то, на мой взгляд, золото пойдет вниз. Сейчас, пока оно вчера не шло, как вот и пара доллар-инга, то есть с пиевро-доллара и фунт-доллар готовы идти вниз. То есть индекс доллара готов идти вверх. Акции, я думаю, сегодня тоже пойдут вверх. Поэтому, наверное, что где-то тоже сегодня с 16.30 золото пойдет вниз. Если откроешься торги в Нью-Йорке, акции будут покупать, и золото развернется вниз. Поэтому по золоту, я думаю, что вот этот погруз, который я давал на эту неделю, в 1232, это средний по Болинджеру на дневках, эту область мы увидим где-то в конце недели, скорее всего, пятницу на новостях по Монфарам. Поэтому по золоту ожидаю движения вниз. Что касается нефти, Мурат, я думаю, за вопрос, вы знаете, по нефти сейчас, я вчера говорил, на четверга лучше нефть не трогать. Я бы сейчас пока все равно ее не трогал, потому что с одной стороны может нефть уйти вниз, и у меня вот в голове был такой сценарий, что мы все-таки сначала обновим 49.91, вот на прошлой неделе я вот об этом рассказывал, и после этого уже пойдем где-то к 60, там, допустим, к концу мая, там, летом. Но на прошлой неделе мы дошли только до 50.09, то есть не обновили, на 18 центов пошли вверх. И вот, в принципе, сейчас котировка 52.83, а средняя побольше 52.11. Это средняя, она и может быть сильной поддержкой. С одной стороны, конечно, можно зашортить, потому что потенциал на 70 центов, больше процента, но пока вот ситуация такая все равно запутанная немножко, а вдруг они будут актуальны, продавать, а наоборот прогонят рынок вверх на 54. Потому что фактор ОПЕК, он по-прежнему актуален, то, что ОПЕК может пробить соглашение. Вот уже более такая картинка будет завтра. Да, новости по нефти и новости по Америке. И тогда, если, допустим, новости по Америке хорошие, а о нефти плохие, плохие, в первую очередь, добыча, чтобы росла в Америке. И она может, с одной стороны, вырасти, но с другой стороны, может и нет, потому что вертикальные платформы, которые самые эффективные по добыче, они сократились на прошлой неделе. Поэтому вот что меня и смущает, то, что когда обычно вертикальные платформы падают, а они сократились на 7 единиц, то обычно добыча также снижается. Соответственно, для нефти это плюс. Если бы, допустим, у нас был рост вертикальных платформ на прошлой неделе, тогда нужно было бы говорить и сейчас, что, скорее всего, новости будут плохие по нефти. По Америке хорошие, на виду, новости. То есть доллар будет расти, по нефти плохо, краткосрочно плохо. Тогда нефть можно шортить. А тут получается, что завтра может добыча сократиться. То есть я пока не уверен. Может быть, она немножко вырастет. Может быть, она сократится. То есть тут знак вопроса есть. Поэтому я бы пока нефть не трогал. Завтра ситуация больше прояснится. Что касается драги, что можно сказать, вы знаете, я думаю, ничего особо не скажет. Потому что, в принципе, особо говорить нечего такого глобального. Все, что можно было сказать, уже сказано. И имеется в виду, вот было заседание в марте. Там все, что было, можно было сказать, он уже сказал. Поэтому я думаю, пока ничего говорить не будет такого интересного. В принципе, сейчас я бы больше смотрел не на драги, а больше смотрел бы на АСМ. Потому что АСМ, которые вчера были и завтра будут, это данные, позволяющие понять, что будет с американским ОВП по итогам первого кварта. Поэтому, если завтра сфера условий тоже все хорошо показывает, то мы получаем хороший рост ОВП. И, соответственно, отрывы доллара может быть очень хорошим. Поэтому я бы сейчас больше сфокусировался на АСМ-ах непосредственно. Вот вчерашний день был хороший, мы его разобрали, и все досконально. Теперь завтрашний отчет. Посмотрим, что будет. Я думаю, тоже все будет хорошо. Что касается канадца, Вячеслав, говорю, за вопрос. Вижу ваш вопрос. Растем потихонечку. И я пока придерживаюсь своего взгляда, что канадец будет выходить на максимум новый. То есть, у него максимум был в конце декабря 1.3597. Я жду, что он этот максимум на вид. Пока я ничего не меняю по канадцу. То есть, я говорю на прошлой неделе, что канадец на флэт пошел. То есть, вроде как вот евро, доллар там вниз пошло, другие валюты там стартанули. А канадец пока вот стоял. И тут просто надо было ждать. И вот вчера и сегодня рост хороший. Вот рост начался, то есть, дождались. То есть, стоял он тут во флэте, получается. У нас две недели, и вот дождались. Только сейчас пошел рост. На рынке такое бывает. Бывают инструменты, которые сразу идут сильно. А бывают неделю-две ждешь. То есть, это рынок. И тут мы бы рады, чтобы все было сразу. Но не всегда бывает сразу. Поэтому здесь первая цель по канадцу какая? Это вот самая ближайшая. 1.3510, это Боллинджер, это верхняя граница. Там может быть флэт, консолидация. На некоторое время, на мой взгляд. Долго мы там стоять не будем. Там может и так две недели стояли. Рынок обычно так одно и то же два раза не делает. То есть, если он стоял две недели во флэте, а потом пошел, то он уже пошел. Пошел окончательно. То есть, такое не бывает, что две недели стояли, потом пару дней проросли, и мы попадали, и опять стоим две недели. То есть, рынок уже отстоялся, и он готов идти вверх. И здесь вот все эти новости, о которых я сейчас рассказывал, они на этой неделе очень важны. И они будут двигать доллар вверх, и они уже начинают двигать это все дело. Поэтому здесь, я думаю, что вот 35.10, это первая цель, а вторая – 35.97. Увидим ли мы 35.97 на этой неделе, вполне может быть в пятницу. Может быть, это растянется еще там на неделю, к другую. 35.10, и мы увидим сегодня, завтра, вот на этой неделе. Восложный вирус золота к 1280. Мурат, говорю, я за вопрос. Может быть все. То есть, на рынке может быть все, что угодно, и мы можем даже к 1300 сходить. Насколько это реально в текущих условиях? Вы знаете, я думаю, шансов мало, потому что если в отре, допустим, на максимальную отметку первого квартала – 1263.73, это, я думаю, потолок. То есть, я думаю, что в этой области будет много желающих золота продать. Поэтому я думаю, что нет, я думаю, что максимальный рост – это 1263. 263, сильное сопротивление, где будет сильный разворот вниз. На новичный взгляд. Также вот у нас DAX – интересный инструмент. Вчера откорректировался, и у нас практически снизился к 12179. Виде, у нас уровень был сопротивления раньше сильный, потом стал поддержкой. И здесь, получается, по DAX – сейчас тоже, в принципе, можно входить, вот, допустим, на текущих уровнях – 12240. И можно поставить еще байлимид на 12150. И цель поставить на максимум вчерашнего дня – 12387. То есть, DAX, в принципе, неплохо откорректировался. И здесь тоже можно открывать покупки. При полгине евро DAX обычно хорошо себя чувствует. Ну и плюс, я думаю, фонд уровня Камерки также подрастет. То есть, он пойдет вверх за счет хороших показанных. И для DAX это тоже позитив. Поэтому здесь, в целом, для DAX тоже все неплохо пока откладывается. Так, уважаемые коллеги, у нас еще минутка другая. Сдавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них, собственно, ответвижу. Также, небольшую информацию выложил в чат. В нашей компании есть акция для вас «Бонус Огонь». Это бонус в размере 2017 долларов. Средства участвуют в просадке, доступны для увеличения дороговых оборотов. И любой бонус, который участвует в просадке, это очень хороший бонус. Он всегда пригодится, потому что просадки есть у всех. Что у нас, у обычных людей, что у таких групп, как там Сорос, Баффета и прочее. В просадке все находятся абсолютно, поэтому такие бонусы – это всегда плюсы. Заходите на наш сайт и подключайте данную услугу. Что касается, Олег, вашего предложения, то я передал вчера информацию. Также, насколько мне известно, вы информацию передали своему персональному менеджеру. Поэтому информация у руководства есть. И как только что будет известно по вашему предложению, я обязательно это озвучу на наших вебинарах. Вроде бы вопросов больше нет. Тогда мы вебинар завершаем. Благодарю всех за внимание. Завтра, в среду, у нас вебинар в 10.30 по Москве. И еще на этой неделе у нас будет два вебинара специальных, таких вечерних. Это в четверг, в 8 часов, поговорим об одной хорошей, интересной и эффективной торговой стратегии. Очень простое в применении. Много времени не занимает абсолютно. Там прям минимальное время надо на это все дело. И тем не менее, стратегии хорошие, активные. И плюс в 16.15 в пятницу поговорим о нонфармах. Прямо перед нонфармами за 15 минут проведем вебинар тоже такой вот интересный. Так что на этом видео у нас много интересных вебинаров. И не забывайте в них участвовать. Желаю всем успехов. До новых встреч.